Завершается 2023 год, а с ним завершается музыкальный сезон в Горьковке. И поэтому надеюсь, что за это время каждый из вас нашел свою любимую музыку, любимого исполнителя. Сегодня у нас в гостях нестравненная и всеми вами любимая Татьяна Анатольевна Нинашева. Татьяна Анатольевна, профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Института культуры. Она преподаватель в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Также преподает в детских музыкальных школах и школах искусств. Как автор, как педагог, она организует и проводит семинары для педагогов, которые занимаются именно преподаванием. Она участник всевозможных фестивалей, культурных проектов, которые пошли по нашей стране. Они прошли в Европе. Вместе со своим коллективом Домра она проехала нашу страну и опять же всю Европу, показав красоту русской музыки и звучание русских народных инструментов, Домра, мандолины. Те, кто был посетителями нашего летнего читального зала, могли убедиться и стать участниками мастер-класса по игре на Домре. Лично я к тому свидетель. Татьяна Анатольевна, меня пыталась приобщить и научить. Я научила, я не пыталась. Если у вас есть внуки, вы заинтересованы в том, чтобы отдать их хорошему преподавателю. Это не реклама, это действительно так. Татьяна Анатольевна обладает уникальным даром, умеет определить и подскажет вам, какому инструменту расположен ваш ребенок, и она сразу вычленит, нужен этот инструмент или нет, надо его отдавать играть на музыкальном инструменте или нет, есть у него слух или нет. То есть, если вы хотите такой профтест пройти, я вам советую. Это Татьяна Анатольевна Нинашева. Ну, а читатели нашей Горьковки также знакомы с Татьяной Анатольевной по серии концертов, которые были посвящены все тем же русским народным инструментам Домре и Балалайке. Но вы постоянные читатели, вы знаете, что Татьяна Анатольевна, она уже сама не подозревает, но у нее уже сложилась традиция. Она каждый уходящий год открывает новым проектом. В 2022 году, когда-то завершался год, она открыла проект «Новое пространство», и вы в 2023 году все были свидетелями, слушателями этого проекта. В этом году под занавес уходящего 2023 и в канун, так сказать, в преддверии 2024, Татьяна Анатольевна создает новый проект, и называется он «Концертный днепр». «Домра Мандолина Людня» в гостях у Татьяны Нинашевой. Этот проект включает в себя три концерта. Сегодняшний, называется он «Арабский колорит», и те два концерта, которые пройдут в начале следующего года, это «Русский сувенир» и «Музыкальный альянс Россия Алжир». В проекте прозвучат оригинальные переложения для щипковых инструментов, и вы станете свидетелем просто уникальных, как сказать, выступлений, что ли. Вот сегодняшняя программа, вы просто счастливчики, вы те избранные, вы правильно сделали, что пришли, потому что сегодня вы увидите «Арабский ут», вы услышите «Алжирский пинтет», вы услышите переложения тех произведений, которые обычно не звучат. Переложения для «Домры» и «Мандолины», то есть необычные переложения, над которыми Татьяна Анатольевна еще и сама поработала, то есть это авторская обработка. Поэтому я вас поздравляю с этим вечером, но пока вы все здесь, я хочу поблагодарить Татьяну Анатольевну и отрицать, я еще не поработала, я работала вам, я работала с Мастер-классом, я работала с Мастер-классом, я работала с Мастер-классом, у меня проходил Мастер-класс на Мандолине, да? Вот это вот мой ученик, уже я знаю учеников в зале, я уже всех знаю. Татьяна Анатольевна, приятно, пришите вас в обладательство, мне надо еще поработать. Гордина с иммунического, деда сбития музыкального, приобщение наших читателей, и музыкального музыкального. Спасибо. Большое спасибо. Большое благодарение за вас. Спасибо, что вы сегодня пришли в стены библиотеки, наши любимые, которые уже, мне кажется, музыкальные вечера стали традицией, вообще не только мои. Как-то вот выходит на другой уровень, это благодаря усилиям и стараниям Римы Талкановной, конечно, как-то уже как будто концертный зал. Здесь можно услышать уже всех, оперных певцов, музыкантов разных уровней абсолютно, от детей до взрослых. Сегодня я приготовила такую интересную знаковую программу, потому что когда я ее делала, я еще сделала презентацию, по техническим причинам она не может быть, и вы знаете, бывает так в жизни складываются пазлы. Ты готовишь что-то, например, какое-то мероприятие, или куда ты готовишься, и вдруг, раз, и пошла цепочка. Ну, то есть, я не готовила вот это, вырисовывается вот это. И сегодня у нас такая вот программа вся собрана под одним каким-то вот знаком, знаком чего? Знаком того, что не надо бояться перемен в жизни. Понимаете? Они вот будут и без нас. Понимаете, да? То есть, мы всегда боимся перемен, ну, я боюсь себя перемен, как человек, мне лучше стабильность, да? А вот они бывают, эти перемены, независимо от нас. Либо в мире, либо у нас, либо... То есть, мы не можем руководить полностью нашей действительностью. Понимаете? Поэтому такая вот у меня знаковая программа. Каждый найдет свое. Будет и русская музыка, и арабская музыка. Спасибо ребятам, что согласились сегодня поиграть. И как-то хочу настроить вас на такую вот волну, что все мы разные, и в то же время все мы все равно объединены вот нашим существованием по планете Земля. Вот что-то у меня такое сегодня пошло. Вы сами поймете. Как только вы погрузитесь в атмосферу концерта, вы сами поймете, что у меня такое вдруг получилось. Весь концерт будет состоять из произведений для донора мандолина УДА. Будут играть мои студенты, в частности, и вообще только мои студенты. Магистр Института культуры. И сегодня так собралось, что все мои пять студентов собираются. Это очень тоже, опять же, знаково, потому что у меня есть заочники, которые приезжают на сессию. И вот сегодня как-то... Опять все... Вот это один из пазмов. Понимаете? Когда я могу показать всех студентов, нету деток сегодня, потому что у нас немножко другой ориентир. Немножко... Вот о том, что я говорила, как бы немножко другая тема. Она не будет скучная. Она будет о нас с вами. Но только серьезным языком музыки для дома, мандолины. Где-то может быть веселым, где-то легкомысленным. Почему нет? Но все про нас. Про нашу жизнь. Вот. Начнем мы нашу программу с дуэта для Домбра. Дуэт написал Андрей Безов, Свердловский композитор. Выступит студентка первого курса Института культуры Гвоздева Екатерина и Татьяна Анатольевна Минашева. Это для дуэта дома. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Теперь Екатерина сыграет Ноктюрну Мискова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Она у нас заучница, на заучном отделении учится в педагогическом гуманитарном университете. Итак, Чайковский, неаполитанская песенка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Играет музыка 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 Играет музыка